Привет, YouTube, и это рубрика Инстадич. Ладно, ладно, на самом деле инстачек, к которому вы уже давно привыкли. Просто статистика показывает, что в Инстаграм продают все более и более бредовые вещи. Вот, например, вы мне на обзор прислали маски для сна, которые заменяют инъекции ботокса. Инфопродукт, исполняющий желание любого человека за 300 рублей. И новый лайфхак о кислотному похудению прямиком из ТикТока. Об этом сегодня и поговорим. Ну, а если вы тоже видели в Инстаграме, в ТикТоке или других социальных сетях очень подозрительные товары, бренды, услуги, то обязательно скидывайте все это в мой Телеграм-бот, и мы снимем об этом выпуск. Ну, чтобы люди больше не покупали такую бесполезную хрень. Ну, а чтобы не пропустить следующее видео со своим запросом, нажимайте, пожалуйста, на колокольчик. Обязательно подписывайтесь на канал, пишите свое мнение под роликом, ну, а мы не будем затягивать, и поехали. Вы прислали мне запрос проверить маску для сна аж за 4000 рублей от какого-то именитого Инстаграм-косметолога Елены Арониной. И маска эта обещает заменить инъекции ботоксом. Думаю, нифига себе, в Инстаграм разработки научные пошли. Опять молча сделали открытие и втихаря продают. И знаете, некрасиво это, уважаемые товарищи Инстаграм-ученые. Давайте прямо сейчас расскажу всему человечеству, чем вы там занимаетесь. Захожу в аккаунт великого косметолога Арониной и фейспалм прямо с порога. Елена в шапке профиля продает нам голубую мечту. Мол, избавит нас от морщины, целлюлита, без инъекций, фитнеса и декоративной косметики. Это, как, знаете, умнеем без обучения, худеем на тортах и богатеем без денег. Такой развод на мамонта в вакууме. И вот в закрепах мы видим целый инстамагазин. И судя по количеству инфопродуктов, Елена не косметолог-эстетист, а курсолог-затейник. Так Елена подтягивает верх и наполняет вширь сиси любой сложности. Бонусом дарит шикарный кекс и избавление от ПМС. А еще Елена готовит тело на Сейшелы. От целлюлита избавляет самым массажем. Без фитнеса, конечно. И сразу вспомнила советы от блогеров для избавления от целлюлита в одном из моих прошлых видео. Елена переплюнула всех. Еще у Арониной есть курсы, заменяющие филеры, подтяжку лица. Причем курсов этих штук 5 или больше. Ну, чтобы бабло собирать со всех концов. Короче говоря, хороший блогер и курсы интересные. И, конечно, очень ценные. Цена вот от 8 до 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей за это. Что это такое? Это результат курса Елены. Вообще, не знаю, как вы, но я здесь вижу долгую, кропотливую работу. Тут точно поработали над освещением и углом съемки. Ну, а в хайлайт с курсами мы узнаем, что косметолог делает это все при помощи ручек и, внимание, тейпов. И их я, кстати, уже разбирала в одном из предыдущих инстачеков. Сейчас появится подсказочка. Если вы не смотрели, обязательно гляньте. Там много всего интересного. И вообще, у Елены выложен один бесплатный урок по формированию пухлых губ. И разглаживанию носослезной бразды. Так что по нему вы можете наглядно оценить, за что вы отдадите деньги. Не буду сейчас спорить с методом засовывания пальцев в рот. Возможно, он реально рабочий. У меня нет доказательств. Знаешь только то, что прежде чем попробовать свои пальцы на вкус, пожалуйста, помойте их. Меня очень интересует экспертность Елены. Кому мы вообще доверяем? Одно можно сказать точно. С самопрезентацией у нее все в порядке. Я эксперт косметологии с 13-летним стажем. Тут же мы узнаем из окрепов, что Елена работает и с инъекциями. Но больше предпочитает свои уникальные естественные методики. Ну а за свои 13 лет экспертности она получила целую кучу сертификатов и дипломов. Листаешь и прям в глазах рибет. А также ей вручили Оскар в сфере косметологии. Да, бумажек много, но давайте по-честному. Возьмем парочку попавшихся. Вот, например, свидетельство на скандинавский массаж. Выдала некое заведение Мегаспа. Вы как себе представляете получение такого документа? Ну, происходит так. Мегаспа продает курсы пачками. Вот, например, контрастной стоун терапии. Там можно обучиться за два денечка и заплатив 12 тысяч рублей. Пришел, заплатил, послушал, получил бумажку. Можешь гордо на стену повесить. Ты же специалист массажа. Следующий сертификат по такому же принципу. Написано, прошла, внимание, целых 24 часа семинара по гемолимфодренажу лица в школе Елены Земсковой. Окей, в школу Земсковой тоже могут попасть все, и там чуть ли не каждый месяц толпа за денежку слушает эти курсы. Цена за вход 20 тысяч рублей. Да, конечно, очень похвально, что Елена обучается и развивается. Но нужно понимать, что на все эти семинары может записаться любой. Много ума и времени на них не надо. А такие бумажки, а с ними же и специалистов штампуют сотнями. Ну, это, наверное, как отучиться в онлайн-школе английского языка и после этого говорить, что ты профессор. Ну, а вдруг, как говорится. Всем этим я клоню к самому важному вопросу. Что насчет высшего образования в сфере медицины? Просто Елена хватается за два потенциально опасных для здоровья направления. Первый – это фейс-фитнес, где надо знать анатомию, уметь работать с мышцами, ну, чтобы у людей не опустилось лицо, там не было зажимов или не перекосило, в принципе, все к черту. Ну, а второе – это инъекции, от которых ваш пациент может оказаться в больничке или на кладбище. Чтобы выяснить наличие высшего образования, я постучалась в личку Елены и задала этот вопрос как потенциальный покупатель. И дипломы мне реально прислали. И тут узнаем, что Елена – учитель биологии и фельдшер, окончивший медицинский колледж, а еще у нее есть сертификат учебного центра, который называется «Формула красоты», о том, что она прошла курс по косметологии. Что там про инъекции было сказано? А я напомню, что их может делать только специалист, получивший высшее образование по одному из направлений – педиатрия или лечебное дело, а также имеющий дополнительное профессиональное образование по специальности дерматовенерология. Но, видимо, Елена думает, что разок можно. И после этого Елена, как настоящий профессионал, предлагает нам бесплатную диагностику лица по фото. Я прошла эту самую диагностику у учителя биологии Елены. Правда, в итоге все заглючило, фото не отправилось, а Бот пообещал, что в ближайшее время обработает его и вышлет диагностику. Но не выслал. И последний раз так классно онлайн-диагностику лица Волан-де-Морта мне провел инстаграм-бренд. Если вдруг не видели, смотрите один из прошлых выпусков инстачека. Каждый вечер, когда город засыпает и темные силы выходят на охоту, во мне просыпается он. Человек-добавлятель в корзину. Он добавляет все, что видит и говорит. Понадобится, понадобится, пригодится, пригодится. Куплю, да, куплю. Ну, когда будет скидка. И его невозможно остановить. Но потом произошло странное. Добавляю, а мне сверху прилетают монеты. Одна, две. Что за халява? А это, оказывается, на Алиэкспресс стартовала летняя распродажа с кучей выгодных бонусов. А до 29 августа на Алиэкспресс каждый сможет купить вещи, которые давно откладывал, со скидкой до 70%. И если у вас, как у меня, переполнена корзина, точно пора задуматься о покупке. Но прежде чем что-то купить, переходите на сайт кэшбэк-сервиса Мегабонус, чтобы сэкономить в тайне. Здесь можно проверять изменения цены товара на Алиэкспресс и всегда знать, реальные продавец ставит скидки или нет. Мониторить доставки посылок, ну и, конечно же, получать кэшбэк со своих покупок. В Мегабонус на Алиэкспресс на максимальном уровне в программе лояльности кэшбэк составит 6,46%. Это очень высокий процент. И также выгодно можно покупать еще в 2000 других магазинах по всему миру. От онлайн-кинотеатров до авиасейлс. И выводить свои накопления реальными деньгами на карту. Ну а чтобы еще больше сэкономить в эту распродажу на Алиэкспресс и получить максимальный кэшбэк, применяйте вот этот промокод. Он действует на первые 9 покупок как для новых, так и для старых пользователей. Воспользуйтесь промокодом Мегабонус прямо сейчас, ведь распродажа на Алиэкспресс закончится 29 августа, а количество активаций ограничено. Все необходимые условия и ссылки смотрите в описании под видео. Переходите по ссылке, регистрируйтесь в Мегабонус, активируйте кэшбэк на Алиэкспресс и вперед за выгодными покупками. В целом мы оценили профессионализм Елены. Но вопрос-то от подписчиц был про ухваленную маску от морщин. И вот я сквозь дебри инфопродуктов наконец-то добралась до масок с микросферами. 5000 рубликов за штучку. Обещания по маске ой какие громкие. Во-первых, это уникальная маска, которая заменит инъекции ботоксом. Во-вторых, она разгладит морщины и уменьшит синяки. Придаст свежий цвет лицу, усилит действие косметики. Ну и, конечно, выспится за вас и сделает еще кучу всего. А еще они прямо созданы самой Еленой Арониной. Как бы подразумевается эксклюзив. Наверное, у Арониной свой научный центр, лаборатория и цех. А состоит эта маска из шелка и натурального бархата. А внутри находятся те самые микросферы, технологии космоса, как нам затирают. Причем тут космические технологии непонятно. Ну, потому что когда я искала информацию о микросферах и космонавтике, мне выдала информацию только о космической пыли и метеоритных бомбардировках Земли. Ну, потом я нашла инфу о составе чудо-наполнителя. И, слушайте, реально шарики космические. У Елены очень заумно и красиво написано «Натриево-боросиликатные и калий-натриевые микросферы». Фух. Вроде выговорила, да? Выясняется, что этот наполнитель можно легко купить за 600 рублей за кило. И шарики имеют широкое промышленное применение. Даже в авиации для наполнения бамперов, панелей. Отсюда, наверное, у Елены космические технологии выскочили. Но про косметологию и разглаживание морщин нет ничего. Зато точно такие же шарики с таким же пафосным названием «Натриево-боросиликатные и бла-бла-бла» используют для наполнения плюшевых медведей. Парам-парапам. Мы раскрыли секрет молодости детей. Спят лицом в своих медведей и морщин поэтому нет. Елена, мой поклон. У вас маркетинг уровень бог. Но вот продавать маски с шариками придумала даже не Елена. Да, никаких исследований о влиянии микросфер на кожу в интернете, конечно же, нет. Зато есть аналоги этой первой и уникальной маски, появившейся задолго до нее. Например, маска от Silver Step. Делает практически то же самое, только стоит 2000 рублей. Или маска от Asonia за 1900 рублей. Но она, в отличие от вышеназванных, еще и при глаукоме, катаракте, гайморите, воспалении лицевого нерва, отите и боли в горле помогает. Звучит как дичь. Так это она и есть. И с этим согласна владелица такой маски, которая разнесла маску в своем отзыве в пух и прах. Негодуя, что на таких вот штучках наживаются на наших бабушках, дедушках и остальных родных. Такая же история с подушкой, которую продает Елена. Там еще и печальней. Ведь она стоит чуть больше 6000 рублей. Зато обещает нам еще и снятие напряжения шеи, головы, поясницы, ног. Обещает уменьшить высыпание на кожу и, внимание, придать гладкость и сияние волосам. Главное, надо только приложить подушку к нужному месту. И знаете, если честно, так надоело на все это смотреть. Честная реклама. Не, не слышали. И максимум, что эта маска шариками может вам дать, это сохранение тепла, небольшую тяжесть на лицо и за счет этого лучшее прилегание кожи. А значит, под нее просочится меньше света. Ну и все. Как вы считаете, Елена молодец, что придумала такой классный инфобизнес и четкую рекламу? Ставьте лайк, если мечтаете выдать Елене сертификат по отличному прохождению курса инстантные бизнеса. Вы просили проверить инфопродукты блогерши Таты Кальницкой. Итак, что умеет Тата? Тата умеет набирать 100 тысяч подписчиков в инсте и обещает нам, что все наши мечты сбудутся. Что она поможет забыть бывшего и жить счастливо. А еще она продает заряженные свечи. Свечи эти чакральные, восковые, стоят 500 рублей и очистят нас и пространство от негатива и плохих установок. Ускорят исполнение желаний и помогают при медитации. Противопоказаний нет, можно использовать всем, независимо от национальности, веросповедания, возраста и даже политических взглядов. Я так волновалась, что свечки на пастафарианцах не работают. Но слава макаронному богу, можно брать. Ну да ладно, может кто-то и верит в волшебство свечей, проверять их бесполезно. А вот один из гайдов за 300 рублей, который должен исполнить наше желание, проверить интересно. Итак, что нам обещают? Ну, как говорит Тата, по этой методике исполнились желания более чем 5000 людей. Занимательная статистика. Правда, вот непонятно, откуда взялась. Может на основе количества продаж? Ну, тогда нехило поднялась мечтателей. Минимум полтора лям рублей. Нас научат правильно загадывать желания, расскажут про удачные дни для загадывания желаний и научат различным методикам. Все это поможет нам исполнить мечты, и мы больше не будем тратить время и деньги на неработающие методики. Ну, наверное, потому что уже купим их, и снова покупать точно не придется. Итак, смертельный номер. Пожалуйста, друзья, не повторяйте дома. Я прямо сейчас в этом видео проверю работу гайда. Я загадаю желания по методике Таты. Итак, мое желание, чтобы инстаграм-барыги не продавали всякую инфохрень. Если не сбудется, я подам в суд. Ой, как подам. Прямо как они на меня после просмотра очередного инстачек. Итак, у нас тут 45 страниц ценнейшей информации. Это включая обложку, заключение, вставки в виде картинок и прочие наполнители для количества страниц. И вроде бы вначале Тата говорит о важных вещах, что если ничего не делать, а только желать 500 тысяч ежемесячно, то ничего не получится. Черт. Логично. Но дальше сразу же идет упражнение номер один, в котором говорится о том, что нужно встать напротив зеркала и напористо толдычить своему отражению о том, что мы достойны наших желаний. И если ты весишь 150 кило и хочешь быть балериной Большого театра, то это тоже поправимо. Окей, понял, принял. Ну, давайте попробуем. Берем зеркало. Я хочу, чтобы в Инстаграме перестали продавать ужасные инфопродукты. Я этого достойна. Я этого требую. Трах тебе до... Ну что ж, готово. Дальше нам говорят, что желание обязательно нужно писать на листочках. Так точно сбудется. Наверное. А еще лучше вообще блокнот с желаниями завести. И самое важное, одно желание на один листочек. Поднимем бумажно-целулозную промышленность колен. Окей, друзья, сейчас напишу. Сделано. Еще тут сказано, что важно также не употреблять частицу «не». То есть не загадывать «хочу, чтобы муж не пил». А то вспугивайте желание. Ведь все зависит только от этой частицы «не». Затем идет более или менее адекватная мысль. Загадывать невозможные на данный момент вещи нельзя. Блин. А вдруг мое желание нереальное? Ну, стойте, а как же статус примы Большого театра при несоответствии пропорции и неумении танцевать на пуантах? Видимо, плохо в зеркало кричали. А еще надо благодарить вселенную. Иначе она не благословит нас на исполнение наших желаний. Ну, это я могу. Спасибо небу. Спасибо звездам. Спасибо великому Плутону. А теперь время эксклюзивной информации. А вы знали, что загадывать желание лучше всего в свой день рождения? Да-да, представляете? Если бы я не заплатила эти 300 рублей, то я бы точно этого не узнала. Еще нам дают несколько списков дат, когда желание загадывать нельзя. Оказывается, это тоже очень важно. Запишите, вдруг не сбудется. А вот следующая информация мне очень понравилась. Нельзя указывать сроки. То есть, загадайте вы так желание по гайду Таты. Оно сбудется когда-нибудь. И потом вы будете считать, что это не стечение обстоятельств и ваши усилия для ее достижения, а гайд за 300 рублей. А еще благодаря Тате я узнала, что в понедельник можно желать стать матерью или выйти замуж. А чтобы все это сбылось, надо пить молоко, одевать одежду серебряных или матовых цветов, носить украшения с лунным камнем и тому подобное. И так по каждому из дней. Если коротко, то это все. Далее у нас завершает весь гайд на путстве о том, что все сбудется и нас обнимают. Итак, друзья, эксперимент проведен. Никто не пострадал. И знаете, если когда-нибудь блогеры перестанут делать такие отстойные инфопродукты, то это только благодаря моему эксперименту по гайду Таты. Не благодарите. Тема похудения, наверное, всегда будет актуальной. Вот блогеры и пользуются ее востребованностью, и ищут необычные, а главное легкие способы похудеть. Ну, чтобы восторженно рассказывать об этой эксклюзивной информации своей аудитории. Теперь этим занялись еще и тиктокеры. И вы как раз попросили меня проверить метод похудения от Дарья ЛСФ, которая обещает, что мы сбросим 3-4 килограмма в неделю. Дарья уверенно движется к отметке в 100 тысяч подписчиков в тиктоке. А в шапке профиля мы находим запись о том, что девушка вечно худеет. Ну, наверное, точно знает про все нюансы правильного сброса веса. А описание роликов подвергают в легкий шок. Минус 9-11 килограмм за месяц. Секрет стройности только что промелькнул перед вами. Девушка пьет янтарную кислоту, стоимость которой около 7 рублей. От нее и худеет, попутно демонстрируя свои результаты. Вот и агитирующий тикток, в котором девушки еще раз демонстрируют янтарную кислоту и говорят о том, что это самый настоящий способ для ленивых. Хитрый способ похудеть, даже для самых ленивых. А это возможно? Еще как. А вот наша спасительница от пивного животика без пива и целлюлитной жирной задницы. А это полезные свойства янтарной кислоты, помимо похудения. Я как бы ни на что не намекаю, но можешь зайти в мой аккаунт и посмотреть мой результат. Там даже есть фотки до. Пей таблетку и худей себе. Ну, а в комментариях девочки пишут, что уже бегут за таблетками и спрашивают, а продадут ли таблетки, если тебе 14? И если вам кажется, что это вообще бред и никто бы не повелся, поверьте, в тиктоке очень много детей, которые сильно беспокоятся о своей фигуре и верят блокерам. Какая-нибудь девочка после таких агиток побежит на карманные деньги втихаря от родителей закидываться таблетками. И это будет колоссальный бред здоровью. Вот некоторые уже попробовали и делятся негативными последствиями от приема таких таблеток. Девушка пишет, что после приема ее тело буквально горело. На что тиктокер Даша отвечает, что это норма и так должно быть. Нет, друзья, я так не думаю. А кто-то пишет, что от янтаря дико тошнило и такое состояние не проходило трое суток. А есть еще вот такие комментарии о бесполезности таблеток при похудении. Но давайте разберемся, что же такое янтарная кислота. Это таблетки, которые применяют при интоксикациях и инфекционных заболеваниях. Далее у нас более развернутый ряд показаний. Тут и гипоксия, и онкология, нарушение мозгового кровообращения и так далее. Стоит понимать, что кислоту часто применяют в комплексе с основной терапией. А далее у нас пояснение, что раздражающее действие кислоты на ЖКТ ограничивает ее применение. И пить ее лучше утром после еды, по той же причине, иначе разъезд. А пить больше 500 мг в сутки, дольше 7-9 дней нельзя. А теперь прошу обратить внимание на пачку, которую демонстрируют тиктокерши. И заявление о том, что она пьет 6 таблеток по полграмма в день. Это на секундочку 3 грамма или 3000 мг. Делится сроками употребления курса. 2 месяца, затем перерыв, и можно повторить 2-3 раза в год и убить желудок в конец. Между прочим, янтарная кислота может буквально сжечь слизистую желудка. И ее нельзя пить, если у вас какие-либо проблемы не только с ним, но и с почками. А также если у вас гипертония и глаукома. Кислота сильно повышает давление. Еще я нашла отзывы на таблетки. В нем девушка жалуется, что они убивают желудок. А после применения ее стало мучить изжога и сильные боли. И все становится только хуже. Ощущение как от костра в желудке. В комментариях, кстати, очень верно подмечают, что любые лекарства должен назначать врач. Ведь именно он точно знает, что нам нужно. И я не могу не согласиться с этой простой истиной. Однако, видимо, чем проще истина, тем меньше они знают. Ведь подобных лайфхаков, которые могут подорвать наше здоровье, не становится меньше. А только больше и больше. И только мы сами можем защитить самих себя. Стоит понимать, что при похудении ваш организм будет здоров только тогда, когда это делается естественным образом и с физическими усилиями. Все остальное может только навредить. Тем более пить пачками аптечные препараты наобум. На этом сегодня все. Друзья, спасибо большое, что вы досмотрели это видео до конца. Не забывайте, пожалуйста, писать свое мнение о выпуске в комментариях. Ну, а мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Пока-пока.